Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэм и продолжаем играть в игру Циркл Империя. Ну что же, давайте, новая игра, у нас тут новые герои, персонажи пооткрывались, я даже не знаю, мне такой соблазн всеми переиграть, может быть мы с вами это и сделаем. Ну что же, давайте выберем, наверное, Зодчий Зарандур. Одаренный инженер Зарандур стал правителем своего народа, когда изобрел простой и дешевый способ производить големов. Он получает големов вместо рыцарей, каждый захваченный круг плюс одна деревянная стена. Так, хорошо, и на этот раз, ребята, мы с вами возьмем режим игры, не какую-то там охоту на монстров, а полное покорение, захватите все круги, чтобы выиграть, поехали. Так, возьмем, наверное, нифига тут экстрим, тут еще невозможно, ну а мы с вами возьмем нормально. И карту, наверное, мы... на вот такую, на 25 кругов. Ну что же, поехали, думаю, будет всем интересно. Полное покорение, захватите все круги, чтобы выиграть. Так, складик, давайте, ребята, поставим склад. И, конечно же, нам нужны крестьяне. Крестьяне это наше все. Так, тут у нас бандиты. Здесь у нас монстры. Здесь бандиты. И здесь монстры. Значит, меня со всех сторон просто-напросто окружили. Хорошо, олухи. О, ребят, смотрите-ка, у нас есть големы. У него здоровья тысяча, вы представляете? О, это, наверное, крутые ребята. Так, а где нужно... Да, не хватает. Мы с вами добываем в данный момент просто золото, а здесь же еще... Ой, точнее, дерево, а нужно еще и золото. Идите, големы, тренируйтесь. Бум, бум, бум. Сколько вам нужно до следующего уровня? Что-то непонятно. Они, по-моему, ребята, развиваться не могут. Наверное, они такими и останутся у меня. Так, тыква. Соберите. Со временем растет и становится больше. Давайте тыквы с вами вот так вот поставим. И стражников. Естественно, стражники. Также нам, ребята, не помешают и лучники, согласитесь. А карта-то здесь здоровая. Оу, оу, ребята, карта здесь хороша. Карта здесь очень хороша. Так что позабавимся сегодня. Давайте еще, наверное, поставим. Ну, чего вы так? Ах, да, ребят. Они же еду-то собирают. Но нам же нужно золото. А где у нас? Вот. Вот здесь вот золото. Сила соточка. У этих олухов. Ну, их не так уж и много. Поэтому, я думаю, мы можем с вами, наверное, с ними справиться. Вперед, как говорится. Ой-ой-ой. По-моему, мы тут сейчас отгребем, ребята. Големы, давайте, чем делайте. Ну, бейте. Есть. Одного повергли. Давай-давай. Еще один минус. Два минуса. И лучники. Лучники, давайте. Так, один готов. И вот этого тоже. Ой, ребятушки. Мы их разобрали. Главное, что... Да. Власть захвачена. Золотые прииски у нас. И мы сразу же берем и ставим здесь... Почему только один? Почему только один крестьянин? Вы мне скажите, пожалуйста, на милость. Меня такой расклад не устраивает. Блин. Армия-то у меня, ребят. Покоцана. Довольно изрядная. А здесь, кстати, смотрите-ка. Монстры и сила у них 90. Здесь тоже монстры легкие какие-то. Тыквы. Извините меня. С топорами. Тыквы с топорами. Здесь, я так понимаю, мертвецы, зомби какие-то ходят у нас. Ладно. Нам нужна крестьянская сила. Да что ж такое-то? Я не могу понять. У него цена 150 пищи. Неужели мы не можем тут добыть себе нормально пищи? А? 150. 50. Соточка. А, 150. Ну, крестьяне, ну что же вы? Может, вам еще один склад вот сюда вот поставить? Этот он забивается хоть? Так, он забивается, да, по-моему? Хотя нет. Ребят, ну опыт. Представляете, у склада есть опыт. Когда он наберет 1000, он получает следующий уровень и уже будет улучшенный склад. Хотелось бы мне на это посмотреть дело. Для чего я вот сюда поставил вам склад? Эй, олухи! Чего вы в дальнюю-то тащите? Вот сюда. Давайте сюда носите. Так, хорошо. Здесь у нас добыча золота. Так. У нас вот эти вот порталы, где мы можем с вами вызывать... Но почему-то колдун ярости, друид. А что нужно для того, чтобы начать призывать? Непонятно пока для меня. А вот крестьянина надо. У нас сколько с вами еды? 790, да? Поэтому я вызываю сюда еще крестьянина. Слушай, это он мои приказания. Так, ох, ребята, давайте, конечно, там наверху. Смотрите, всего лишь сила 50. Это бандиты у нас. Он там один вообще. Но он 50, да? Хорошо, давайте его накумарим. У меня-то сила 240. Эх, разбираем, чувачка. Ты посмотри-ка. Ну-ка, големы. Да, у них недостаток, знаете, какой, ребята? Они очень медлительные. Ну, я понимаю, что они сильные. Сколько у них атака вообще? Так, дай мне голема посмотреть. У голема атака 15. А у обычного стражника всего лишь 5. Ну да, у голема нормуль, так атака. Когда в круге что-то уничтожается, союзные существа получают опыт. А ну-ка посмотрим. А как, интересно, я здесь должен что-то уничтожить? Непонятно для меня пока. Но крестьяне нам нужны здесь. Пускай они добывают пока золотишко у нас. Ой, ребята, а здесь вообще, смотрите, монстры с 40-го, ну, скажем так, уровня. Силы у них, короче, 40. Я думаю, что пора их наказывать. Сколько у меня вот в двух големах силы? 200, ребята, представляете, 200. Мы сейчас просто разорвем их тут. В клочья. Там уже 145, там уже посерьезнее. Голем, ну давай беги быстрее. Ну что ты, как штаны-то наложил. Давай, дубайся тут, тыкву. Давай, 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 накумаривай. Там еще бачно стреляет. Причем довольно хорошо. Бомбит. Далеко. Теперь этот круг ваш. Еще бы он был немой. Что это такое, ребят? Голубика. Ага, понятно. Обязательно сюда сразу же крестьянинов. Блин, с едой очень, ребята, плохо. Вот поверьте мне. И нет, чтобы тащить еду, он начинает сразу, блин, хватать древесину. Олух. Эдакий ты, а. Мне нужна еда. Блин, у меня, по-моему, ресурсы, ребят, закачиваются. Или мне кажется, нет? Так, что-то с пищей вообще как-то напряженка, ребята. Вообще напряженка, причем полнейшая. Во, смотрите, сколько здесь голубики. Я больше чем уверен. Даже если я вот здесь захвачу, они будут таскать опять дерево. Ох ты, а здесь тыква. А это больше чем уверен, что это ресурс в плане еды. Давайте-ка посмотрим. Сила 80. У меня у двух големов в данный момент сила 200. И я думаю, мы справимся. А что мы, кстати, паримся-то? Мы же можем с вами... Так, давайте-ка мы вызовем целителя. Даже двух. И конника. Даже двух. Ха, вот так вот. И теперь у меня сила 380. А ну-ка, покажем этим олухам. Почем фунт лиха? Ха-ха-ха. Давай-давай-давай, эту тыкву вали. Нормуль. Так, следующая тыква сейчас отгребет. Е-е-е. Здравствуй. Ха-ха-ха. Кто там поздоровался? Житель амбара, что ли? Ну, так, теперь нам нужны крестьяне. Давай, вот сейчас проверим, ребят. Ты смотри-ка. Да неужели он начал еду таскать? Ну, всего лишь плюс 6. Как-то херовенько, если честно. Ты такими темпами будешь до скончания веков. Империя врагов, ребята. Смотрите-ка. Империя. И сила 90. Я думаю, что их надо наказать. У меня силы-то 380. Плюс у меня 2 целителя. Да мы их разорвем сейчас. В пух и прах. Наверное. Да должны. Вот, видите как. Целители, помимо того, что нас хилят, они еще и сами атакуют. А это очень хорошо, ребят. Ну, давай, давай, давай. Наказываем уже. Пока дойдут эти големы. Опа, ничего себе. Да, ребята, мы наказали их. Так, а вот теперь сюда вызываем крестьянин. Вот так вот. Блин, я же специально поставил его на голубику. Нет, он побежал деревья, блин, собирать. Это не до тёпа. Ну, давай. Нет, ты смотри на него, а. Так, а моим ребятам надо потренироваться маленько. Вот так вот. Что у нас дальше идет? Империя врагов. 120 силы. Может быть, я вот этой армии тут всех разнесу? Так, у меня 380 по-прежнему. Вперед, Империя врагов. Разносим ее в хлам. Давай, 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 ребята. Поднатужились. Я вот сюда еще вот так вот башню поставлю ледяную. Чтобы она мне помогала. Ой, как хорошо так. Ой, как хорошо, ребят. Смотрите, просто не даем никакого шанса им. Хе-хей. На изи проходим. Власть захвачена. А вот здесь вот уже 945. Ничего себе у него башенка там. Так, нет, сюда мы, ребята, не пойдем. Так, сюда нам нельзя. Здесь нельзя. Здесь у нас тупики. Хорошо, смотрим тогда, где у нас еще враги. А вот, в принципе, здесь, да. Здесь у нас зомби ходят. Поэтому мы сейчас будем с вами их атаковать. Так, крестьяне, давайте добывайте мне, пожалуйста, тыкву, а. Мне нужна еда. Неужели вы этого не понимаете? Големы пока дойдут. Ядрёно вожь. Вот да, у них большой недостаток в том, что они очень и очень медлительные. Прям вот очень медлительные. Я не могу. Если у меня уже эти все ребята здесь, даже целители, то эти пока допрут. Ё-моё. Так, а что у нас здесь? Ага, смотрите, ребят, мы можем с вами выбрать... А давайте посмотрим, кто такой вампир. Ого, круть. Мы с вами призвали вампира. И давайте еще глянем гоблина. Хе-хе, гоблин. Ладно, давайте, ребят, такой вот армией сюда попробуем напасть. Ой, зомби медлительные пока поймут, что к чему. Их уже давным-давно и разнесут. Причем вот это хорошо, что башни начинают автоматически атаковать. Независимо, где они находятся. А они видят, что я пришел. Все, начинают мне помогать. Это ваше. Еще бы это было бы не мое. Так, ну-ка, крестьяне. Везде должны быть у нас, ребят, крестьяне. Чтобы ресурсы просто рекой к нам текли. Так, и что же мы с вами можем? Да, ребята, здесь уже монстры сила 145 плюс сперматозоиды. Здесь всякие... Ээээ... Двигаются, короче. Хе-хе. Мы идем, короче, в этом направлении. Ой, да, я забыл, что сейчас у нас пока големы допрут. Но, ребят, мы сейчас можем с вами сделать хитро. Согласитесь. Да, кстати, мы можем острые мечи сделать. Вот так вот. И защиту ближнего боя. Совсем я про это забыл. И давайте-ка мы, наверное, с вами возьмем... А почему бы нам не взять просто лучника? Лучше двух. Вот так вот. И топорометателя. Хоть он мне и не нравится, ребята, но тем не менее. Вот, дошел, блин, големыка. Где там второй-то, големыч? А что, у меня только один он, что ли? Погоди-ка, я не понял. А, вот этих вот ребят, кстати, тоже нужно наказать. Что это он здесь один делает? 65 у него там силы. А, все, голем второй здесь, ребят. Все нормально. Обознатушки, как говорится, перепрятушки. Е-е-е-е-е-е. Давай-давай-давай. Слушайте, мои ребята, по ходу дела, в заморозке, да, находятся в данный момент? Да. Это делают вот эти вот ребята привидения. Они замораживают. Хорошо. Ох, какой у меня отрядик. Погоди, а вот этот... Это мой? Это мой. Ну что же, 340. Да, мы должны справиться. Здесь у нас, ребят, какие-то друиды. Наказываем друидов. Беспощадно будем валить. Давай-давай-давай. Эту тыкву завалили. Нормуль. Так, друида. А друид-то, смотрите-ка. Крепкий малый. Не знал, что он такой вот. Э-э, 950. Е-мое, ребят, тут уже... Так, а что у меня здесь... А, это вражеские лучники. Это же вражеские лучники. Пора их навестить. Мы же здесь, наверное, сможем пройти к ним, да? Ха, нет. Только в обход, ребята. Ой, големы, ну е-мое. Кстати, здесь нужно нам вызвать крестьянинов. Здравствуй. Здорово, крестьянин. Давай, батрач здесь. Ох ты, сколько у меня еды. Я только сейчас увидел очень много. И это хорошо, ребят. Когда у нас очень много еды, значит, мы можем, ребят, с вами... ...много добывать ресурсов. Как хорошо-то, а? Золото рекой текет. Пища. Древесина вообще просто зашкаливает. И 51 рабочий у меня. На все это благотрудится. Ну что, улухи, здорово. Вы, наверное, не ожидали, да? А я пришел. Пришел с вами поздороваться. Как жизнь? А? Хорошо, да? Ну, я вижу, все нормально. Так, смотри-ка. Улучшенный лучник все-таки, да, сильнее в разы, ребята. Обычного. Так, я не понял. Кто там втихаря бомбит? Спрятался он. Да, отлично. Так, заходим, заходим, ребят. Не стесняемся. Все сюда, все в новый домик. И, соответственно, мы вызываем крестьянинов. И я могу сражаться. Да ты сиди и не вякай. Может он сражаться. Добывай ресурсы. Ой, ребят, вот здесь вот тоже нужно захватить. Тут всего лишь-то 148 силы. Я думаю, что нам это по плечу. По сей дончиков этих сейчас завалим. Ой, смотри-ка. Мне все-таки убили коняшку. Лучника на коне. Обидно. Ее. Давайте вскрывать сундуки. Что у нас тут будет? Ох ты, смотрите, ребята. Мы с вами воина откопали. В сундуке прямо. А здесь древесина. Так, давайте-ка доставайте, ребята. Я думаю, что вот это вот... Да, рыба это пища. Отлично. Так, что у нас тут? Смотрите-ка. 130... Ой, они что? Как-то они так... 130 уже стало 170. Они тоже развиваются, что ли, получается? Не стоят, как говорится, на месте. Давай-давай-давай-давай, доказываем. Давай. Вот так. Отлично. А это кто у нас такой? Даже пикнуть не успел. Смотрите, ребята. У меня, по-моему, вампир улучшился. У него вампиризм, оказывается, есть. Плюс 14. 14. Отлично. Ох ты, и лучники у меня подросли. Смотрите. Даже вот этот подрос лучник. Вот он как выглядел в начале, да? И каким он сейчас уже стал. Так же и обычный лучник тоже. Смотрите. Был таким, а стал вот таким. И хп у него 300, а у этого... У этого 40, ребят. Вы представляете, насколько круче он становится после апгрейда? Так, а здесь вот сколько зарубит? 180, а становится 500. Офигеть. Так, а вот если мы возьмем... Кстати, а что это такое? Смотрите, послушник. Слушайте, он может замораживать. Мне нужен этот парень для моего отряда. Так, атакующий настрой. Это, конечно, все хорошо, но мне нужно броню. И меткая стрельба, да, ребята, обязательно. Потому что лучники должны стрелять. Вот сюда мы с вами сила 990. А вот это уже серьезные враги. Давайте мы, наверное, и ядовитых пару башен сюда влепим. Нападение? Вот чего-чего, ребята. Но я не думал, что они могут нападать. А они могут. Так, 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 так. Подожди, подожди, подожди. Где башня? Огненную башню быстрее ставим. Нифига себе, ребята, вот так новости. Еще нападение? Да что ж за... Ты посмотри, что они... Так, ну-ка, ребята. Давайте-ка устроим этим олухом. Нифига, они припухли. Но это от этого, ребята, только интереснее становится, что враги здесь могут нападать. Вот для чего, ребята, здесь нужны башни. А я думал, что просто так, для красоты. Ага. Хрен там для красоты. Они идут как защитные. Так, смотрите, у меня банк есть. Давайте банк. Он у меня не построен был почему-то. Так, башня, башня. Давайте-ка вот так вот ближний бой себе улучшим. И вот эту штуку поставим. Так, да, она нам дает вампир. Вот, смотрите, ребята, вот у нас вампир первого, да, уровня. У него 540 хп. А сколько у этого? 600. Ну, вампир не очень хорошо улучшается, но тем не менее, ребят. Так, слушай. Ребят, вы что тут стоите-то? Давай идите сюда, в компанию, ко мне. Так, здесь сила 620. Ну, это, в принципе, для нас ерунда. Будем наказывать, ребята. Здесь вообще просто зашли и захватили территорию. Без каких-либо этих войн. Во, смотрите-ка, еще одного лучника. Причем улучшенного мы с вами нашли. Крестьяшки, давайте добывайте мне древесину здесь. Ну что, давайте вот этих вот. 620 здесь силы. Блин, ребят, 620 силы. Я думаю, что нам нужно сделать пару целителей. И... Так, атакующий настрой. 10% к урону всех существ и зданий, способных атаковать. Сделаем. Да, у нас теперь будет второго уровня. И знаете, что сделаем? Вот сюда мы поставим заморозку. И ядовитую башню. Ну, как бы, чтобы нам было проще их разбомбить. Давайте еще, наверное, огненную влепим. Вот так вот. У них радиус-то, по-моему, большой, да? Поражение. Слушайте, а что мне нужно, чтобы получить красного дракона? Что для этого надо? Да что ж такое? Где нападение-то? Ах, вы... Ты посмотри, они мне крестьянинов уничтожают. Эй! Ты смотри, что они тут творят, а? Големы! Порвать их! Блин, а башня-то крутая, ребята. Крута башенка. Получили свое. Блин, ребят, тут по ходу дела... Нужно все абсолютно защищать. Абсолютно все. Все свои, блин, входики и выходики. И мне понравилось, как бомбит огненная башня. Очень хорошо, если честно. Тут, блин, вырезали всех моих крестьяшек, а? Ты посмотри. Вот нелюди. Так, ладно. Где мои основные войска? Ага, вот здесь вот. Ждем, ждем команды, ребята. Так, у меня тысяча силы. Вперед, на танки, захватываем их. Бум, все горит, мелькает. Ох, вампиры мои тут веселятся. Смотрите только, как они тут крушат. Здание горит. И все, по-моему, ребята, сейчас уничтожим вот эти вот бозенки. Да, территория наша. Так, и тут золотишко, я смотрю. Золотишко тоже нам нужно. Кто у нас следующий будет? Так, ну ой, да тут тридцатник. Конечно, будем, ребята, их валить. Вот тут перья врагов 620. Давайте, давайте, разбиваем их тут всех. Так, почему у меня вот здесь вот нет ни одного крестьянина? Давайте, добывайте мне. Тут все хорошо. Тут тоже все замечательно. А здесь ресурсы все, ребята, они пособирали. Эх, как плохо. Куда? Во! Ага, это враги. Сейчас бы отправил бы тоже. Куда бы их отправить? Ну, давайте вот сюда вот их отправим. Подожди, а что это они с золотом у меня бедные ходят? А, ресурсы восстанавливаются, по ходу дела, со временем. Но их тут слишком много, поэтому надо половину вот сюда перекинуть. Пускай там трудятся. Интересно, а крестьянин улучшается у нас или нет? Рабочий я имею ввиду. Неизвестно. Так, хорошо. Армия моя готова. И мы идем вот сюда, на империю врагов. Тих-тих-тих-тих. Так, и, блин, на меня в этот момент нападение где-то идет. Ты посмотри. Так, где башня? Срочно башню нужно, ребята, ставить. Огненную. Мне она понравилась. Очень хорошо бомбит. Так, и я думаю, что пару вот так вот конников влепим. Нечего, как говорится. Сила 800. Ничего себе. Но он сам напросился. Вот так-то. Будет знать, как нападать, да, ребят? А мы с вами... Так, это мы захватили. Да, это мы захватили. Все отлично. Так, давайте-ка сюда крестьянина вызовем. А стену, стену, стену мы не можем, ребята, с вами ставить. Потому что она вообще-то здесь и есть. Уже стоит. Продвигаемся сюда. О, тихо-тихо-тихо, подожди. 1300 у них. Они меня сильнее, ребят. Так что, что-то я поспешил. Давайте-ка мы с вами прислужника вызовем. И... Хм, а кого-то... Нет, мы сейчас с вами сделаем по-хитрому. Мы сейчас вот так вот с вами сделаем. Поставим башен. Так. Я рвусь в бой. Сейчас пойдешь. Сейчас ты у меня пойдешь и в бой, и везде, куда хочешь. В башне. Ну что, ребят, давайте посмотрим теперь, как у меня с армией. 1880. Думаю, пора. Пора наказывать их. Ой-ой-ой-ой, я не завидую им. Просто такой шквал. Стрел, чего там только не летит. Башню сейчас эту уничтожим. Давай-давай-давай, бомби. Так, подожди-ка. Сила 600. А где остальные-то? А, вот. Нет, подожди. Все, ребята. Мы захватили. Без каких-либо вообще усилий. Так. Смотрите, здесь у нас очень много еды. Но мы вот этих вот, наверное, разберем. Как говорится, до кучи просто-напросто. И варвары будут у нас следующими. Я думаю, есть, ребята, смысл ставить игруху на... Ну, на хард, наверное, не стоит. Но посложнее уровень. Будет самое то. Так, давай-ка вот так вот. Выставим. Ну, где у нас еще-то тут враги? Не вижу. Я не... Вот. Вот ты. Так, давай вот с этих начнем. Вот с этих мы как раз и начнем, ребята. Да порвем, порвем. Захватили. Так, теперь бандиты у нас здесь. Улучшить главное. Бандиты, да? Все, захватили вообще. И империя врагов. Просто идем и захватываем. Без единого, ребята, боя. Так, а вот здесь вот не прокатит. Здесь придется повоевать. Так, 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 так. Отлично. Сундучки, давайте. Что, я победил, что ли? Что такая музыка? Да, ребята. Рекорд. Слушайте, а что будет, если я казну эту полностью забью? А? Продолжить. Открыто. Охота на монстров. Колдун Кудагар. Старьющик Свифти. Друид Дарий. И карта Иксель. 49 кругов. Нифига себе. Воу, ребята. Обалдеть. Ну что же. Пожалуй, на этом мы и завершим. И обязательно с вами увидимся в следующей серии. Возьмем, наверное, карту Иксель и поиграем. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok